Фотоэффект Ага, длина волны, длина волны. Длина волны известна. Да, понятно. Значит, после того, когда мы запишем условие задачи, нужно будет искать энергию, поскольку спрашивается, во сколько раз энергия падающего фотона превосходит максимальную генетическую энергию фотоэлектрона. Ну что ж, записываем условие задачи. Ну, тут не очень сложно, потому что дано только два параметра. Падает свет с длиной волны и красная граница 500 нанометров. Понятно. Ну что ж, значит, давайте прежде чем решать задачу, поскольку разговор ведется об энергиях, мы найдем энергию падающего света. Энергию падающего света. То есть, энергию фотона. А это у нас есть не что иное, как H. То есть, я должен 1240 поделить на 300. И мы получаем 4133 электрон вольта. Вот такая вот падающая энергия. Теперь найдем энергию, которая необходима только лишь для того, чтобы выбить электроны с поверхности металла. То есть, найдем энергию, которая будет равна работе выхода. А для этого мы что сделаем? 1240 поделим на 500. И мы получаем 2,48 электрон вольта. Получили. А вот теперь возвращаемся к нашей любимой формуле. Потому что по поводу фотоэффекта, ну ничего другого придумать нельзя. То есть, работа плюс энергия кинетическая. Ну и отсюда можно найти, какой будут обладать кинетической энергии вылетевшие электроны с поверхности металла. Вот это чему будет равно. Мы находим 4133 электрон вольт. Отнимаем 2,48 электрон вольт. И получаем ничто иное, как 1,653 электрон вольт. Ну и все. А теперь найдем отношения. Вот. Hν деленное на кинетическую энергию. Это у нас 4133 деленное на 1,653. Электрон вольт, электрон вольт. Сокращаем. Делим с помощью калькулятора. И получаем 2,5. Вот и все. Задача решена. И ничего, как вы видите, сложного здесь нет. Ну, поехали дальше. Задачка номер 22. Красная граница фотоэффекта исследуемого металла 600 нанометров. Какова длина волны света, выбивающие из него фотоэлектроны, у которых максимальная кинетическая энергия в два раза меньше работы выхода. Я уже повторял, повторяю еще раз. Если мы хотим правильно решить задачу, нужно правильно и красиво записать условия задачи, что я сейчас и делаю. Ну вот, условия задачи записаны. Ну и начинаем думать. Лямбда красная, лямбда красная. Хорошо. Так. Пожню. Энергия падающих фотоэффекта равна работе выхода плюс кинетическая энергия вылетевших из катода электронов. Но кинетическая энергия равна половинке. Значит, я пишу А плюс половинка А. И мы получаем полторы работы выхода. Отлично. Отлично. И нам нужно найти длину волны. Хорошо. Хорошо. Так, так, так. О. Лямбда красная. Это длина волны, которая соответствует красной границе фотоэффекта. Ну, значит, можно найти, чему будет равна работа выхода в электрон вольтах. Для этого 1240 нужно поделить на 600. Здесь у нас нанометры. А ответ мы получим в электрон вольтах. Ну, поделили. Не получили. 2,66 тысячных электрон вольт. Отлично. Получили. Ну, что тогда? А тогда у нас энергия падающего света будет равна полтора умножить на 2. 0,66 электрон вольт. Перемножаем. И получаем 3,099 электрон вольт. Ну и все. А теперь смотрите. Энергия. В данной ситуации, если мы ведем разговор про электрон вольт, это 1240, деленная на длину волны в нанометрах. А здесь у нас электрон вольт. Поэтому, если я хочу найти длину волны, которая будет соответствовать энергии падающих фотонов, 3,099, значит, что я должен сделать наоборот. То есть, 1240 поделить вот на нашу аж в нем. А это 3,099. И после того, как мы поделили, это у нас в электрон вольтах, значит, ответ мы получаем в нанометрах. Поделили и получили 400 нанометров. Вот такая вот длина волны. Конечно, конечно, эту задачку можно решить более длинным, так сказать, путем, но я не советую это делать. Вот, то есть, что? Ну, все решать, как говорится, в джаулях. Да? Джоулях, Джоулях, Джоулях. Вот, почему? Потому что вот эту вот формулу, да? H, нюн, которая равняется полтора А, можно писать H, C, нолянда. Здесь мы получаем в любом случае энергию, которая будет равна полтора энергии работы выхода, вот, но в электрон вольтах. То есть, что я должен сделать? Работа выхода у нас 1,5. Тут есть работа выхода 2, 0,66 электрон вольт умножить на 1,6 на 10 минус 19 степени. H известно, C известно. И вот отсюда найти лямбда. Да? Ну, то есть, лямбда будет равна, смотрите внимательно, 6,63 на 10 минус 34 умножить на 3 на 10 восьмой деленное на 1,5 умножить на 2, 0,66 умножить на 1,6 на 10 минус 19 степени. И поверьте мне, мы в любом случае получим 400 нанометров. Можете это проверить, но я этим заниматься не буду, потому что, на мой взгляд, то решение, которое показал я, да, оно гораздо более быстрое. Вот и всё. Ну что, 22-ю задачку решили, можно перейти и к 23-й задаче. Итак, задачка номер 23. Красная граница фотоэффекта исследуемого металла 600 нанометров. Какова длина волны, выбивающего из него фотоэлектроны с максимальной кинетической энергией, в три раза меньше энергии падающих фотонов? Вот такая вот штука у нас интересная получилась. Ну, для того, чтобы успешно решить задачу, нужно записать правильно условия задачи, что я сейчас и сделаю. Ну вот, условия задачи записаны. Ну, с чего начинаем? Из-за того, что мы знаем, лучше всего энергия падающих фотонов hν равна работе выхода плюс кинетическая энергия. Хорошо. hν равняется работа выхода. Вот о работе выхода мы сразу видим. А, тут есть у нас лямбда красная. Длина волны, которая будет соответствовать красной границе фотоэффекта. А вот вместо кинетической энергии я могу записать hν деленное на 3. Тогда, если я hν деленное на 3 перенесу в левую часть, у меня получится 2 трети hν равняется работе выхода. Вопрос. А где же у нас тут длина волны падающего света? Она спрятана вот здесь. То есть, я пишу 2 трети hc на лямбда. Это все равняется работе выхода. Поэтому, длина волны, которую мы ищем, это 2 hc деленное на 3а. Все. Вот такая вот у нас интересная штука. Теперь возникает вопрос. А как же найти нам работу выхода? А работу выхода мы найдем просто. Разделив 1240 на 600, мы найдем работу выхода в электрон вольтах. Потому что здесь у нас нанометр. Ну, после того, как мы поделим, мы получаем 2,066 электрон вольт. Ну, а дальше, как говорится, нет выхода. Нет выхода. Должны рассчитывать длину волны. Значит, 2,063 на 10 минус 34. Умножаем. Умножаем. 3 на 10 восьмой. Делим на 3. И делим на 2,066. Но тут должны у нас быть джоули. Поэтому электрон вольт перевожу в джоули. Для этого нужно умножить на 1,6 на 10 минус 19. На заряд электрон. Вот и все. Ну, а для этого просто нужно взять калькулятор. Но самое интересное заключается вот в чем. Что я советую? Где-нибудь в стороночке, поскольку мы решаем задачи, связанные с фотоэффектом, нужно взять просто и отдельно рассчитать, чему равняется произведение постоянной планка на скорость света. И после того, как вы сосчитаете, получается 1,9,8,9 на 10 минус 25 степени. Что я советую? Что я советую? Это может быть та штука, которая нам пригодится в дальнейшем. Это просто-напросто записать, положить в стороночку и, как говорится, сокращать в дальнейшем наши, так сказать, вещи, когда мы будем подсчитывать. Все. Ну, нужно взять калькулятор и считать. Считать, считать. Ну, что я советую? На самом деле взять калькулятор. Потому что взять, написать ответ и подумать, а, ну это понятно, я-то знаю, как пользоваться калькулятором. Ну, я в этом и не сомневаюсь. Но все-таки, да, вот, повторение необходимо. Вот. Если мы чаще пользуемся калькулятором, значит, мы достаточно быстро будем решать, как говорится, задачи, не задумываясь. Ну, вот все. Значит, когда вы посчитаете, я надеюсь, что вы это сделаете правильно, должно получиться на 4 на 10 в минус 7 степени метра. Нано это 10 в минус 9. Поэтому, если я вот это все, что получил, умножу на 100 и поделю на 100, так можно делать, я получаю 400 на 10 в минус 9 степени. А 10 минус 9, это у нас нано-метр. То есть, мы получили 400 нано-метров и в этой задаче. Ну, вот все. Я думаю, что пока достаточно. Вот. Послушали, сказали, ага, классно. Мы продвигаемся все время вперед. А все почему? Потому что вы находитесь на канале Эли Горг. Кто еще не записался, у меня к вам просьба сделать это как можно быстрее. Ну, и поставить лайк, разумеется. Спасибо вам огромное. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok